Привет! Мы на Westside. Это, как он называется так? The Isabel Highline. Это зона, где гуляют. Вот там люди гуляют, гуляют, гуляют. Потом проходят вон туда. И дальше уходит между этими домами такая длинная-длинная прогулочная зона. Здесь раньше были пути железнодорожные. Их забросили. Потом здесь недавно сделали пешеходную зону. Вот здесь очень круто. Вот там проходит автошоу. Ну и всякие разные шоу. Я уже снимал шоу. Можете посмотреть. Ссылочку я сразу подъеду. Небоскрёбы. Жилые. Ну ладно, это такой экскурс небольшой. Итак, сегодня видео по поводу того, как вас задерживает полиция, что делать или не делать. Как нас учит наш профессор в колледже. Скрывайте свой рот. Shut your mouth. Итак, вас задерживает полиция. Вам должны зачитать права. Эта штука называется права Миранды, правила Миранды. Всё началось с 1966 года. Верховный суд ввел это понятие. Каждому задержанному должны быть предиктованы его права. Дело началось с товарища Миранда, как вы поняли. Это фамилия такая. Была Миранда против Аризона. Человека допрашивали и его показания были исключены из материалов дела, как полученные с нарушением 5-й поправки Конституции, где вы не можете против себя свидетельствовать. Как звучат права дословно? Вы имеете право хранить в молчании всё, что вы можете и будет использоваться против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Понимаете ли вы свои права? Так вот, офицер должен получить от вас утвердительный ответ, что да, я свои права понимаю. И только в этом случае все показания будут легитимные, полученные уже от вас. Если вы без сознания, соответственно, вам эти права будут считываться, когда вы против сознания. Если вы не понимаете английского языка, вы ничего не говорите, вы не киваете. И если что-то скажете без утвердительного ответа, что вы поняли свои права, это тоже не будет считаться. Есть случаи, когда человека полностью оправдывали на основании того, что ему не засчитали права при задержании. Значит, что нужно делать, когда к вам подходит полицейский? Особо напрячься, когда к вам подходит полицейский в гражданке, не в форме патрульной. Потому что он может с вами мило беседовать, но потом абсолютно все, что вы скажете, будет использоваться против вас. Даже если он вам мило улыбается и ведет с вами какую-то светскую беседу. Вы можете наговорить по вашему мнению, ну, грубо говоря, ничего. Вас могут спросить, как дела, что кого, как выходные. Вы можете сказать, что вы были там дома, грубо говоря, а в этот момент соседка какая-нибудь обвиняет похожего на вас человека в убийстве. Вы, получается, будете полагать против ее слов. Ну, это такой довольно тупый пример, но так происходит. Поэтому основной совет нашего профессора, практикующего адвоката, который работает в жюри в Верховном суде. Закрывайте свой рот. Если у полиции есть к вам персональные вопросы, закрывайте свой рот. Шлите полицейского дальше, отвечайте по поводу вашего имени и фамилии. Там до отрождения, если спросят, и адреса, где живете. Все остальное, игнорируйте полицейских. Если вас задерживают, соответственно, ждите ваших прав, пока вам их зачитают. Поняли, не поняли, отвечайте. И ждите своего адвоката. Ничего более. Это основная процедура, которую нужно запомнить. Также это все реально работает. Есть у меня друзья и знакомые, кто уже эту процедуру на себе испытали. Действительно, все, что вы скажете, он будет записывать полицейский. И потом в отношении вас же это все предъявит. Вот такие вот действия. Они очень простые, но люди об них забывают. Если, не дай бог, вас будет крепить коп, знайте свои права. Помалкивайте. Подождите своего адвоката, а дальше... Ну, я надеюсь, все разрешится хорошо. Такой вот хайлайн. Продолжаю гулять. Хорошее место. Будете в Нью-Йорк заходить. Вот и все. До новых видосов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok